Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Во втором матче двойной серии игр ЦСК ВВС проиграл Барнаульскому Алтае в чемпионате ВХЛ. Первыми открыли счет горца на старте первого периода. Однако инициативу перехватили летчики и вырвались вперед 2-1. На перерыв команду шли с ничейным результатом. Третий период самарцы начали проигрывая 2-4 и всю 20-минутку играли в догонялки с соперником. Финальная сирена зафиксировала поражение ЦСК ВВС 5-6. Летчики продолжают планировать на восьмом месте в высшей лиге. Мордовия сохранила лидерство. В спортивном комплексе Грации впервые разыграют первый кубок Самарской области по боям без правил. Турнир состоится в воскресенье. На ринг выйдут сражаться за главный приз более сотни бойцов со всего Поволжья. Сборная 63-го региона выставит семерых смелых. В следующем спортивном году областная федерация ММА готова провести серию соревнований. В феврале чемпионат области, в марте традиционный турнир «Волжские легенды», в апреле чемпионат Поволжья. Кроме любителей на ринг выйдут и профессионалы. Самарские паралимпийцы получат от губернатора 14 млн 600 тыс. рублей призовых. Банковский счет каждого спортсмена увеличится от 250 тыс. рублей до 2,5 млн. Тренерская копилка потяжелеет от 62 тыс. рублей до 2,5 млн. в зависимости от результата, показанного на альтернативной всероссийской паралимпиаде. Сборная Самарской области состояла из семи спортсменов, которые завоевали 13 медалей. Причем некоторые самарцы, если сравнивать их результаты с результатами победителей игр в Бразилии, могли взять медали на паралимпиаде. А в одном случае был установлен мировой рекорд. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.